А вот и я, мои дорогие и хорошие друзья, с вами я, Хлеб, мы продолжаем прохождение Сталкер Тернистый Путь. Итак, начнется, надо нам топать на лесничество, чтобы забрать посылку для кардана, координаты которой мы, кстати, благополучно в прошлой серии отжали у тех неблагочестивых сударей, которые покоятся вон там. Возможно, я тоже был немного вспыльчив, но это, как говорится, совсем другое. А перед тем, как я пойду на лесничество, загляну на баржу Ноя, Там мне сказали ребята в комментариях, что там в личном ящике лежат какие-то вещи, причем неплохие. Ну, думаю, эту тему нужно, как говорится, проверить. А знаете, удивительная штука этот Ягуар в этом моде. Я его примерно где-то хрен знает когда в прошлой серии использовал, и примерно вот до этого момента бегал как батарейка-энерджайзер. Хотя, не знаю, как батарейка может бегать, но суть не в этом. Вот, я пришел на хату к Ною, теперь осталось найти этот личный ящик. Так, он здесь. Да, вот походу здесь, и это не совсем личный ящик, это скорее личный рюкзак, но да ладно. Если бы я знал раньше, что стоит это место обыскать, то я с детектором бы не мучился. Но давай, хай будет. Плюс энергетики, тушняк, антирады, водочка родная, патрончики и возьмем немножечко дроби. Так, аптечки, не знаю, нужны мне, не нужны. А, пожалуй, не буду брать и так, у меня, как видите, всего да по многу. Гранаты, кстати, тоже есть, но одну возьму, остальные брать не буду. И так, гранаты, в принципе, были бесполезны, если судить по прошлой серии. Ладно, топаю тогда на лесничество. Но сначала песику хвостик почешу. Та, еще! Ну все, дело сделано. Ох, я уже почти дотопал до лесничества и тут где-то перестрелка. А, бандиты со сталкерами. Ну давай помогу. Сдавайся! Эй, ребят, подожди, а как же живьем там в плен брать? Не? Не слышали? Так, трупики обшмонаем, хотя бы просто потыкаемся в них, чтобы хоть какую копеечку собрать. Ибо мод позволяет. Ого, Ягуара, это нам надо. Нифига себе! Степка подлец с сигом бегает нормально ему. Так, осталось теперь найти этот ящик дурацкий среди зомбу. Если, конечно, весь этот цирк не сбежал отсюда. А не, вроде как кто-то есть. Вот они, гуляют красавцы. Как же я обожаю лесничество. Вот они, Михалыч, Потапыч, Степыч и Рустам. Че, кто-то еще остался? О, сразу и контейнер нашел. Ну все, отлично. Теперь осталось передать его кардану. Ну что ж, как говорится, подарили хлебушке пулемет. Теперь в этой деревне никто не живет. А вообще, знаете, мне немножко интересно, почему в лесничестве так много зомби. Типа, в игре это никак не объяснялось. То есть, не то, что, допустим, здесь где-то, не знаю, когда-то прошло такое мощное пси-воздействие, то ли что. Почему вот именно на этой территории так много зомби? Почему это, например, не стоянка сталкеров? То есть, ну вот интересно было бы узнать. Но, увы, разработчики оригинального сталкера нас как-то в детали и не посвятили. В принципе, перед тем, как я уйду, имеет резон прогуляться по местным аномалиям и посмотреть, что же там у нас по артефактам. В принципе, давайте-ка так и поступим. Первая аномалия, в которой я, пожалуй, пойду, это там, где иголкин тусуется. Как раз она неподалеку. Ух, блин, как тут все-таки красиво, однако. Но когда эта говнотечка была зеленой, оно, в принципе, было куда более антуражнее. Особенно с учетом того, что рядом есть какая-то непонятная труба, из которой, наверное, все говно и сливалось. Так, ну что? Детектор, болтик. И, пожалуй, надо бы бахнуть что-то от кислоты. А у меня есть что-то от кислоты? Нифига, блин. Не-не-не-не-не-не! Говно. Значит-то, пошел хлебка искать артефакты, а наткнулся на трех плотей. Здравствуйте, мамзели! А что это вы, сиамские, что ли? Так друг за дружкой ходили. Все, готовы. Глазики ваши теперь мои. А вот и первая аномалия в моем списке, которую я хочу посетить. А именно, козел. Ой, в смысле, котел. Боюсь я только что из-за термического воздействия я там подохну быстро. Потому что не уверен, что у меня термозащита здесь хорошая. Но мы это самое, мы попробуем хотя бы. А, ладно, может быть хотя бы на земснаряде что-то интересное найдется. Не, ну аномального руля я конечно не вижу, потому что Сашка Дегтярев его скоммуниздил. Но вот тут какие-то артефакты имеются. А вот и кстати он, походу. Опа, слушай, это что? Ночная звезда. Неплохо. Очень даже неплохо. Но больше артефактов, походу, здесь нет. Ладно, хоть что-то. Здорово, дружище, а что ты посреди камня стоишь? Интересно, за сколько он меня на аномалию коготь проведет? 400 рублей, ну пошли. Так, а на всякий случай от радиации давайте-ка рад протектор примем. А то мало ли. Правда здесь больше за вот эти вот гравитационные аномалии стоит переживать. Опа, печенька. И кажется второй артефакт будет вот здесь вот. Это медуза. Что же, разбежавшись прыгну со скалы. Мне осталось забрать свою медузку. О, слушай, ну прям как по заверениям Михалыча, все вот на месте. Я прям вот что-то не сомневался, что у меня медуза выпадет. Не знаю почему. По-моему она всегда там выпадает. Ладно, в таком случае тогда я сейчас пойду на окрестности Юпитера. Занесу кардану ящичек. Ну что, ребят, окрестности завода Юпитер. И у меня появилось задание подойти к профессору Герману. Все-таки он, видимо, что-то доузнал. Это, конечно, мы сделаем, но сначала заскочим на Янов. Отнесем посылочку к кардану. И заодно узнаем, что он нам скажет по поводу тех несчастных барыг. Или кто это были. Вообще непонятные какие-то ребята. Мутные типы. Непонятные. Опачки, здравствуйте. А меня тут с хлебом, с солью встречают. А именно с нарчары. Один готов. А куда остальные разбежались? А во. Хотел мне за спину зайти. Красавчик, не вышло. Готовы. И нечего тут было устраивать. Нечего. Я человек нервный. Могу не так понять. Поэтому могу случайно забрать вашу жопу. Эх, Янов родной, здравствуй. И тут как-то немноголюдно. Ну, привет. Привет. Ты здорово. А чё Сенька не поздоровается? Ну, ладно. Вот твой кейс, Кардан. И на будущее. Будь внимательнее, когда курьеров выбираешь. Козлы еще те. Ты прости, что так вышло. Впредь буду внимательнее. Спасибо за кейс. Вот ключ. А это в качестве моральной компенсации. И это. Ты принеси мне его, когда закончат свои дела. Ага. 1800 рублей за это получил. Нормально. Заметано. Всё. Если что, теперь мы можем открыть эту лабораторию. Но сначала зайдем к Герману. Надо закончить это дело о неизвестном мне гербарии. Это за мной. О, блин. Не успел выйти. А за мной уже пёсики охотятся. Да, живности здесь как-то дофига. Не знаю, даже хорошо это или плохо. Но она есть. И как бы ладно. Ну что же, Герман. Давай пообщаемся. Что с прибором, профессор? Ах, да, молодой человек. Терпение. Немного терпения. И... Вот. Готово. Можете его взять, чтобы обойти ту самую аномалию. Спасибо, профессор. Да, только я ещё хочу продать тебе некоторые товары. А именно, хвосты собак. Отменные. Ботинки с норков. Поношенные. Глаз плоти. Не шоколадный. И хвост. Хвост кого? Хвост слепого пса. Да ты! Ну ты гад! Блин, нет, чтобы стоять на месте, когда с тобой разговаривают. Нет, он, блин, ходит куда-то, крутится, вертится. Так, продаём, 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 продаём. Так, ну всё. Шестнадцать штук. Блин, что-то как-то вообще кисленько. А Севу купить шестьдесят четыре штуки надо. Мда. Не круто. Кстати, интересно мне одно дело. Раз тут половина тайников осталась из Зова Припяти, почему бы мне в копачи не заглянуть? Там я, насколько помню, можно детектор Велес достать. Правда, боюсь, в копачах может быть беда. А именно, зомбу. Патронов у меня не то, чтобы много. Конечно, каких-то я смогу положить, но всё же. Давай, может, сначала, на всякий случай, гранату приготовим? Как говорится, старая добрая лимоночка. О, они как раз в один ряд встали. Сейчас отлично в боулинг поиграем. Блин, нифига вообще не помогло. От этих гранат есть толк? Вообще никакого урона не нанесло. Ну что? Ай, ё-моё, обходит. Окружён, но не сломлен. Всё, готовы. Ну, хоть на одном месте были, не пришлось по всей локации гонять. Стой, подожди. А ну, лежать. Постельный режим нужно соблюдать. Ну что же, теперь осталось проверить то, ради чего я сюда пришёл, собственно. Да, детектор Велес. Отлично. Он на месте. Он на месте. Отлично. Да господи, дайте мне рассортировать инвентарь. Чё вы пристали ко мне? Всё. Дайте в тишине подумать. Да, всё-таки то, что тут нычки старые остались, это хорошо. Теперь у меня хотя бы нормальный детектор есть. Осталось теперь нормальную броню найти, и можно спокойно охотиться на артефакты. Ну что, вот я и притопал, собственно. Надеюсь, там ничего нажимать не надо на этом деактиваторе. Вроде как нет. Ладно, поехали. Блин, там кислотные аномалии. Окей. Всё, я добрался. Теперь у меня задача взять аномальное растение. А где там оно может расти, кстати? Так, тишей. Кстати говоря, тут же тайник стрелка. Который, эээ... Который уже давно не тайник, ясно. И тут Сашка Дегтярёв нас обогнал. Погоди, это и есть аномальное растение, которое растёт, извините меня, где-то в железяке. Ээээ... Логика моё всё. Всё, аномальное растение найдено. Пора ввалить отсюда. Ну его нафиг. Ну что ж, осталось теперь вручить этот цветок Герману. И он распахнёт своё сердце для меня. И скажет, где ж всё-таки эти наёмники дурацкие. Да, уж тут столько беготни ради того, чтобы что-то узнать. И в принципе, как бы, ну понятно, что такую информацию запрос так не скажет. Каждый хочет своей пользы. Да, но что-то как-то таких моментов слишком дофига. Ух, блин, ну закаты тут, конечно, красивые. Тут ничего не скажешь. Но тем не менее, вот оно. Очерта незнакомая бункера учёных. Ну, а вот и я. Я добыл аномальное растение. Это отлично, молодой человек. Вот, это лекарство нашего производства. Не волнуйтесь, качество на высшем уровне. Теперь я должен выполнить свою часть уговора. Наёмники интересовались у нас о том, как можно попасть в Припять. Мы сразу же сказали им, что путь, который провёл бы их по земле к Припяти, знает лишь Гарик. Но он покинул зону год назад. Мы направили их на завод Юпитер, ведь именно там находится путепровод Припяти-1, который ведёт к Припяти. Ещё хочу добавить, что они чинили своё снаряжение у нашего техника Новикова. Я на всякий случай сказал ему, чтобы он установил на костюме Клина радиомаячок. Мало ли. Можете передать мне координаты с маячка? Да, конечно. Всё, теперь координаты у вас КПК. Спасибо, профессор. Удачи в исследованиях. Что ж, а это уже что-то конкретное. Это хорошо. Блин, ну Севу очень хочется. Вот только бабок нифига нет. И чё делать? Блин, я даже не знаю. Детекторы ему продать не получается. Это нет. Блин, может всё-таки посмотреть, что у меня там в ящике нахламилось? И попробовать это сбагрить Гавайцу? Продать свою старую броню и просто потом быстренько сюда прибежать купить новую? В принципе, звучит как план. А, вот и снова я, Герман. Здравствуйте. Э! А где Сева? Ты чё? О, другой разговор. Всё, Сева моя. И жизнь моя, в принципе, налаживается. Вообще, удивлён, что ПНВ почему-то у Севы нет. Я думал, он изначально встроен. Ну да ладно. Да господи, только вышел с новеньким комбезом, а вы мне его погрызть хотите? Да, теперь осталось где-то бабки заработать, потому что бабок вообще нету. Да отстань, да отстаньте вы от меня, чтоб вас всех... Вот, блин, пристали. Называется, костюмчик новый купил? Не, дай поцарапаю. Всё, надо поспать и, короче, отдохнуть от этого всего дела. Ну его нафиг. Ну что ж, доброе утро. Надо бы пожрать, да попить. Всё, теперь я готов, как говорится, аутать эти ваши аномалии. Ну, вообще, по-хорошему, для начала было бы неплохо выполнить работу Моргана, а именно открыть дверь в лаборатории, там найти документы. Но сначала всё-таки соберу немножечко грошей, потому что денег у меня совсем не осталось. Патроны уже и того, глядите, на исходе. Надо бы немножко поднапрячься. Так, насколько я помню, здесь тоже есть аномалии, и там тоже можно было какой-то выцепить артефакт. Поэтому давай-ка попробуем, потому что в карьере ничего не было. О, сразу же что-то нашлось. А, погоди, это, походу, в самом цементном заводе артефакт. Это не то, что я искал. И где мой артефакт? Артефакта не будет. Ну ладно, сразу тогда заберу шлем. Аптечки не буду брать. А, ну как всегда, да, нажал случайно один раз, и он забирает всё зачем-то. Не знаю, что за офигенное решение у разработчиков было при нажатии одной кнопки подбирать всё, но да ладно. Так, гоните мне артефакт. Так, гоните мне артефакт. Где он тут? Да вы что, прикалываетесь, что ли? Да где этот артефакт? Ядрите его в корень. Ам, это уже выход отсюда. What the fuck? Да вы что, издеваетесь, что ли? Ам, понимаю. Артефакт какого-то чёрта был снаружи. Я, я не знаю. Окей, ладно. У нас ещё есть одна аномалия, называется плавник. Там у нас, насколько я помню, кровососы. Ну что, вы готовы, дети? А я вот чё-то немножко нет. Так, ну что, я уже вижу артефакт. Плавает вот он там. Но походу он один. Так, надеюсь, химзащиты хватит на моём костюме. Оп. Это у нас чё, кровь в камне? Ну, хоть что-то. И всё, больше ничего. Блин, странно. Здесь как-то очень странно всё сделано. А именно, что в одной аномальной зоне почему-то всегда один артефакт. Я это уже заметил. Это как-то странно. Ух, можно ещё на пепелище зайти. Но там будет полное днище. Но, как говорится, выбирать не приходится. Ух, вот оно. Аномалия пепелища. Я уже чувствую, что мне жопа. Потому что термозащита всё-таки у Севы не такая большая. Как говорится, перекрестимся и... Аминь. О, кстати, что-то появилось предо мной сразу. Всё, забираем этот артефакт и валим. Это что у нас? Глаз. Всё, вроде больше артов не предвидится. А! Ладно, если в огненной аномалии не влетать, то, в принципе, термозащита справляется. Правда, костюмчик уже себя чувствует не очень хорошо, мистер Старк. Фух. Всё, выбрались из этой ловушки Джокера. Так, теперь остался за аномалией, в принципе, облутать битум, бетонную ванну. И, в принципе, может быть, в аномальной роще что-то будет. Но сначала заскочу к Герману. Продам те арты, что нашёл. Чтоб потом, как говорится, не таскать с собой лишние килограммы. А вот и я, дорогие мои. Здравствуйте. Так, сразу продаю глаза полоти, хвосты, кровь камня, мамины бусы. Блин, чё всё такое дешёвое? Ещё можно продать глаз. В принципе, я уже сказал, что квест бороды выполнять не хочу. И, тем более, не знаю, там, наверное, награда будет не очень у него, если я найду нужные мне артефакты. Всё, уже 15 тысяч собрал. Отлично, всё. Кстати, внезапно у Новикова работа появилась. Здравствуй, Дэн. В принципе, есть одно небольшое дельце. Главное, это твоё желание работать. Я готов, что нужно делать. Прекрасно. Правда, придётся немного побегать. Почему я не удивлён? Мне необходимо получить кое-какие данные. Замеры? Необходимо будет установить какие-либо сканеры? Нет, устанавливать не придётся. Их уже установили. Те же придётся их собрать и доставить сюда, чтобы я мог получить с них результаты замеров. Ну давай. Что за сканеры? Аномальная активность? Обыкновенные сканеры аномалий. Их показатели и результаты замеров будут мне необходимы для проведения настройки моего оборудования. Ясно, давай координаты. Координаты я уже загрузил в твой КПК. Будь осторожен, когда будешь лезть в аномалии. Блин, если бы я этот квест раньше взял, я что-то не подумал к Новику зайти. А, вообще, кстати, не, всё нормально. Оказывается, эти сканеры у него расположены какого-то чёрта на затоне. Я тебя понял, Новиков. Ого, это всё ещё те трупики, которых я перестрелял. Нифига себе. Так, посмотрим. Ой! Я думал это сталкер. А ты у нас, брат, тоже не сталкер, да? Прикидывайтесь под сталкеров. Ну, вообще, молодцы. Артём, подлец, ну, по тебе видно. Весело у них тут было. Ракетиры, блин, похлеще этих самых бандитов. Так, чё у нас тут? Ну, как всегда, по традиции, один артефакт. Поехали! Тише. Так, кстати, сразу нычку забираем и... Ага, и как мне забрать этот артефакт? Не вляпавшись. Тихо! На месте стой. Всё, забрали. Теперь как-то бы свалить отсюда. Желательно целым и невредимым. Ну, как-то так хотя бы. Окей. Ну что, есть тут что или нет? Давайте-ка узнаем. Так, блин, тут вроде где-то аномалии. И фиг их просыт. Слишком всё перед глазами плывёт. Тихонечко. Ай, ты моя хорошая. Это, походу, золотая рыбка была. А, нет, это гравий был. Перепутал с золотой рыбкой. Ну, похоже, как бы, было отдалённо. Так, теперь осталось проверить аномалию бетонной ванной. И, как всегда, по традиции, там кто-то есть. А, зомбу против долговцев и собак. Весьма интересное зрелище, должен признать. Могу я к вам присоединиться, товарищ? Давай помогу. Ам. А чё он сдох? А чё ты сдох, лейтенант Бойченко? Блин. Такой молодой. Такой лейтенант. А уже сдох. И убил его некий Саня Коматозник. Блин, не знаю. Я бы, наверное, уж лучше от Васьки Турбочиста бы подох, чем от Коматозника какого-то. Мда. Ух, сейчас начинается самое интересное. Это сраный Форд Боярд. Потому что, скорее всего, артефакт по традиции вон там вот. И до него нужно допрыгнуть через эти вот колонны. А. Ну, у меня, как всегда, не получилось. Поэтому используем аптечку и пытаемся забрать артефакт. И пытаемся забрать артефакт вот так. А это чё за чел? Митяй, погоди. Чё, знакомый, какой-то ключ. Ключ Митяя и КПК. Так, я не подохну то, что тут нахожусь? Давай-ка посмотрим, что за КПК. В почтом ящике имеется лишь одно сообщение. Митяя, мне удалось договориться с учёными насчёт работы. Подходи к бункеру, там расскажу, что к чему. Кстати, я пару дней назад заглядывал в наш тайник, что на цементном заводе. Так вот, взял оттуда кое-что. Не волнуйся, твои вещи я не трогал. Я даже наоборот положил ценный артефакт. Можешь наведаться туда и проверить, ключ карты у тебя есть. До встречи, левша. Обалдеть. Ну, давай заберём ключ. Значит, ценноцементном заводе... Блин, я там был. Возвращаться туда особо не хочу, но... Но раз там ценный артефакт, то можно и снова туда наведаться. Кстати, для самых умных вот так вот забраться и по этой штуке пройти нельзя. Если что. Во. Я проверял. Слушай, а это, часом, не тот ящик, который под цементным заводом, который типа ящик стрелка. Давай проверим на всякий случай. Так, я иду к тебе. И... Нет, это не тот ящик. Чёрт. Кстати, эту локацию почти не используют в модах. Блин, клятые мыши. Может, всё-таки здесь тайничок, потому что здесь крыс слишком много. Возможно, тут колбаса и батоны хранились. Как бы моя логика такова. Ну, я почти угадал тут аптечки. А, это тайник монолита точно. Так, ну это точно не в смотровой яме. Тут я ничего пока не нашёл. Здорово. Я тут не мешаю вам. Я просто за тайником пришёл. Возможно, вашего друга Митяя. Но, увы, и тут как-то пусто. Так, ну остаётся тогда вот это вот здание цементного завода, по которому я шастал до этого. Может, я там где-то в ппхах, пока за артефактом гонялся, не увидел какой-нибудь подозрительный ящик. Опа! Кажется, нашёл. А ну-ка. Точно, это... Это тот самый ящик. А ну, табуретка, уйди отсюда. Вы посмотрите, какой красавец. Тоже в этом ящике. Да... Да вы чё, прикалываетесь, что ли? Я уже представляю, как мне в комментариях пишут, что я лох. Ааа, боже. Откуда мне было знать, что в сраном ящике будет сева? Чёрт подери. Ладно, возьму ещё один запасной, так сказать. Аптечки, патроны, детектор Велес ещё один. И самое главное, какой-то артефакт. Кислотный шар. Опа! А это нужно, кстати, профессору. Как раз заодно и квест выполнили, считай. Блин, ну как я так... Блин. Я вот чё-то жопой чувствовал, когда к этому ящику подходил, что вот что-то будет сейчас такое вот, что... Да... Я себя сейчас таким лохом чувствую, ребят. Вы бы знали. Я тут скрупулёзно продавал всё, покупал севу и... Блин, мог просто с тайника её получить, и у меня бы сейчас денег было бы гораздо больше. Эх, найс! Короче, ребята, всё просто круто зашибись. Но зато кислотный шар нашёл. Давайте мыслить позитивно. И раз уж мы мыслим позитивно, то, в принципе, зато эту севу я купил за свои собственные средства. И это моя сева вдоль и поперёк как бы кровная, как бы это ещё сказать. Ну, короче, как говорится, добился всего сам. Ладно, я потихонечку потопаю на затон, потому что у меня тут уже задач немало стало на затоне. Это помимо сканеров, помимо лаборатории ещё и кислотный шар нужно отдать профессору. Поэтому я тут особо время терять не буду. Пойду на затон, но уже в следующей серии, дорогие друзья. Что же, с вами был я, Хлеб. Не забудьте подписаться на этот канал, если вы здесь впервые. Также не забудьте поставить лайк этому ролику. Это мне очень сильно поможет. Ну и по возможности подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, где помимо новых видео я также постчу и мемы, и прочие приколы. Ну и также можете подписаться на мой Твиттер. Ссылочку на всё это безобразие я оставлю в описании. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok